Что касается вот этого мотопробега по дорогам в Европе наших мотоциклистов, который вызвал такой ажиотаж, то, знаете, нужно понять европейцев тоже. Совсем не в том плане, в котором это преподается сейчас в газете. Байкеры – наиболее политичная и неуправляемая такая общественная формация во всем мире. И когда происходят слеты байкеров, это сопровождается полицией, какими-то ограничениями, условиями, переговорами и так далее. То, что наши байкеры из абсолютно аполитичной компании превратились в патриотов, людей, которые несут российские государственные флаги, нашу символику, и более того, едут с благородной целью посещения кладбища упавших воинов и так далее, это вообще просто, мне кажется, не понимается нашими западными друзьями, по дорогам которых они должны проехать. Я говорю, например, про Германию. Они не могут понять, где байкеры и где победа, условно говоря, в Великой Отечественной войне. Но это одна сторона дела. Есть другая сторона дела – это Польша, где правительство настроено антироссийски. И любой повод, какой бы он ни был, они используют для того, чтобы испортить еще больше наши российско-польские отношения. Мне об этом больно говорить, потому что я являюсь наследником Великой Российской империи. В моих жилах течет польская, украинская и российская кровь. Мне больно, когда эти три, в общем-то, хороших народа ссоятся друг с другом не по делу.